Новый день на канале СТВ начинают корреспонденты службы новостей в студии Юлия Калашникова. Здравствуйте. Имя самой красивой девушки столицы стало известно накануне. Во дворце спорта прошел финал конкурса Мисс Минск 2013. За право быть первой красавицей боролись 27 девушек. Корона победительницы досталась Яне Концевенко. В номинации Мисс Минск победила Яна Концевенко. Яна Концевенко. Мисс Минск 2013. Я вообще не ожидала, честно, придя на кастинг, тряслась, как вообще очень сильно волновалась и вообще не рассчитывала на победу. А вот так получается, приходишь и нужно верить в свои силы и пытаться, стараться, добиваться. Первый вице-мисс стала Екатерина Скалобан. Цветы, почетные ленты, а также подарки всем номинанткам. Наталья Башура – вторая вице-мисс. Обладательница титула Мисс зрительских симпатий была известна ранее. Мария Сморгун набрала наибольшее количество баллов во время голосования в прямом эфире. Титул Мисс Пресса достался Веронике Касперовой. Мисс Дружбу выбрали сами девушки. Ей стала Екатерина Войтус за свою общительность и открытость. А самой фотогеничной признана Ольга Кабакова. Специальная номинация «Первая вице-мисс Купаленко» досталась Полине Батраковой. К слову, зрителям, которые не попали на красивый праздник во дворец спорта, не стоит расстраиваться. Финал конкурса «Мисс Минск-2013» телеканал СТВ покажет в эфире 6 июля в канун «Купальской ночи». Законопроект о конфискации машин за вождение в нетрезвом виде рассмотрят сегодня в Совете Республики. У белорусских сенаторов завершается очередной законотворческий сезон. В последний день второй сессии парламентарии также обсудят поправки в законы об ипотеке, о валютном регулировании и о свободных экономических зонах. В центре внимания вопросы аудиторской деятельности, отчет об исполнении республиканского бюджета за 2012 год, а также ратификации международных соглашений. Насыщенный сегодня день у депутатов Нижней палаты парламента. Народные избранники рассмотрят поправки в Воздушный кодекс. Значительная часть вопросов касается беспилотников. В частности, речь пойдет о подготовке специалистов для управления этими аппаратами. Также депутаты обсудят возможность введения так называемых невозвратных тарифов. Это позволит отечественному перевозчику предлагать услуги более низкого ценового сегмента. В повестке дня законопроекты о городском электротранспорте и метро, а также проект водного кодекса. Вступительная кампания 2013 в Беларуси выходит на финишную прямую. Сегодня у абитуриентов последнее испытание – централизованное тестирование по географии. Позади две напряженные недели и почти полтора десятка дисциплин. По некоторым из них уже известны результаты. Впереди – подача документов в учебные заведения и волнительное ожидание зачисления. Студенческие штабы будут консультировать выпускников по возникающим вопросам. Абитуриенты смогут обратиться на горячую линию как за подробной информацией об условиях поступления, так и просто за морально-психологической помощью. Ноу-хау этого года – консультация через интернет. К слову, в прошлом году за помощью в штабы обратились более 45 тысяч человек. Современные интерьеры, новейшее оборудование. В Брестской областной детской больнице после трехлетнего капитального ремонта открылся новый корпус. Новоселье отпраздновали сотрудники и пациенты сразу четырех отделений – гастроэнтерологического, пульмонологического, физиотерапии, неврологии и кардиоревматологии. Каждая на 30 мест. Ежегодно здесь в стационаре помощь получает более 14 тысяч детей. Среди важных приобретений и уникальное для области оборудование для спелеолечения. Уникальная комната, где сама соль апплицирована на стены. И есть там специальное оборудование, которое подает взвешенную перемолотую соль в то помещение, и детки этой солью дышат. Это дает очень хороший эффект. И такого помещения, такой комнаты спелеолечения у нас в городе Бресте нет. Мы очень довольны этим лечением. Очень поступили сюда с бронхитом, лечимся здесь. Очень хорошая атмосфера, запах моря, свежести, дышится хорошо. Мы довольны. На этом выпуск завершен. Заходите на наш сайт ctv.by. Звоните и делитесь своими новостями по телефонам горячей линии 290-66-00 или 1-600-700. До встречи в половине восьмого утра.